Всем добрый день. Посмотрите какая красота. Снегом все заваливает. Снег идет на крышах, все деревья, все в снегу. Так что вот так вот. Все в снегу. Классно. Сейчас проверим Тайсона, что он там делает у нас. Сейчас Тайсона проверим. Тайсон, мальчик мой, ты что там делаешь? Привет, мои хорошие. Все съел? Все съел, да, Тайсон? Да, конечно, ты же все у нас съедаешь всегда. Не, я к тебе близко подходить не буду, я знаю, что ты напрыгнешь. Ты же у нас любитель попрыгать, да? Смотрите, я буду ближе подходить, он будет радоваться. Не, 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 я к тебе сильно близко подходить не буду. Ладно, дорогие друзья, смотрите-ка елочка. Красивая. Ребята, нам пришла посылка Толя с Германией. Ну, распаковку вы уже увидели. И смотрите, какой набор хотела показать. Я открыла, я офигела, ребят, вообще. Он, наверное, дорогой же очень. Среди кое все классное. Ножи такие. Это белые они, оказывается, ножи. Я думала, это коробочка какая-нибудь. На них это такие ножички. Вообще классные. Огромное спасибо за такое. Слушайте вообще. А тут вот написано, какие они могут быть разные. Всякие разные. Огромное-огромное спасибо. Тут написано, для чего они. Я потом обязательно переведу. 349 евро. Это, наверное, да? Подуреть. Огромное спасибо. Просто вообще я в шоке. Такие ножи классные. Это очень приятно. И также хотела показать. Ой, на Майсю прямо упало. Игрушки какие. Тут, смотрите, есть всякие звездочки, кубики, шарики. Кубики, шарики. А вот здесь вот еще вот такие вот звездочки. Так, еще с другой стороны. Мишура, сосульки, шарики. И вот такая вот на верхушку. Вот нынче мы елку, как нарядим красиво. Наша старенькая елочка будет самой красивой елочкой. Спасибо огромное. Дорогие друзья, померила. Кроссовки очень хорошо подошли. Спасибо огромное. Ну, вот что-то вот я сейчас смотрю. Не знаю, или у меня так, или это. Смотрите, ботинки с кроссовками почти один размер. Сейчас напишу или спрошу, кому она их отправила. Или померить тоже, посмотреть, подойдут, не подойдут. Ну, классные белые, правда. Огромное-огромное спасибо. Ребята, мы испытывали тостер на 5 минут. Сначала на 2 минуты включили, он чуть подогрелся. Потом вот по полной включила. И смотрите, как классно. Хочешь? Горячий. Хрустящий хлеб. Очень вкусный. Огромное спасибо. Тут вот по картинке показано, что можно еще как-то разогревать. Вот так вот делаешь ее, вот так вот хлеб сверху ловишь, и просто разогревать можно. Слушайте, прикольно. Вкусно? Да, вкусно. Болочки вот туда. Ну да. Все, огромное спасибо. Будем пользоваться обязательно. Дорогие друзья, решила я померить джинсы. Вот так вот у меня первые. Все хорошо. Вот только немножко здесь. Ну, в принципе, так-то хорошо. На ремень только. Вот еще купите. Так вообще хорошо они стречевые. И очень хорошо сидят. Огромное спасибо. Такие вот джинсы. Сейчас померяю следующие. Дорогие друзья, вот вторые джинсы. Но я их одела без колготок. Чисто вот джинсы одела. И вот они вот даже запас. Есть хорошо. Можно с колготками будет одевать зимой. Классные джинсы. Прошу прощения за коридор. Еще ремонт не сделали. Ну, вот они тоже очень хорошо. И в талии тоже. Немножко так. Ну, ремень и дену, и будет нормально. Огромное спасибо. Сейчас померяю третье. Одела черные. Черные вот самые идеальные. Сели вот вообще прям в облипочку. Ну, хотя тут тоже можно уныть еще даже. Запасик. Потому что они тянутся вообще прям. Я, видите, я потому что больше люблю темный, не светлый. Ну, огромное спасибо. Я очень благодарна. Если я давно уже ничего не покупала. Поэтому это вообще... У меня теперь есть штаны. Теперь не только в спортивных штанах я буду ходить. Теперь буду еще и в джинсах. Огромное спасибо. Вот такие вот классные джинсы получились. В талии тоже. Вот эти вот прям в талии вообще хорошо сели. Спасибо большое. Померила, ребята, спортивные штаны. Вот такие вот. Вообще классные. Они такие теплые. Слушайте, вообще прямо... Идеальные. Огромное спасибо. Вообще прям теплые такие. Вот зимой носить самое то. Какие-нибудь кроссовочки вот купить. С кроссовками зимой в садик куда-то. Вообще классно. Мне нравится. Огромное-огромное спасибо. Оделаю еще кофту. Вот так вот. Она зимой под куртку одевает. Самая то. Она теплая, флисовая. Огромное-огромное спасибо. Всем привет. Спасибо большое. Всем добрый вечер. И я иду в садик. Беру с собой снегогат. Приделаю какую-то веревочку. Надеюсь, выдержит она меня. Пока я везу детей. Нет, значит, потом что-то буду другое придумать. Такая вот веревочка будет. Перчатки взяла. А то у нас уже холодно. И едем за Ваней и за Мариной в садик. Мы уже пришли домой. Тайсон. Тайсон. Тайсон радостный. Скажите всем привет. Привет. Ваня поздоровалась. Мы уже приехали на снегогате. Пока снегогате тяжело ей. Потому что снег пока еще не очень. Да, темно. И снег идет. Да, Ваня? Да. Да. Домой пойдем? Это у нас здесь печать. Да. Там для вас подарки. Тетя Оля, да, отправила подарки вам. Рада. Да. Сейчас покатаемся. Ладно. Идем домой. А то на улице, по идее, хорошо. Можно еще и погулять. Да. Вот так вот и едем. Домой, домой, домой. В потемках уже приходим. Видишь, Марина, сколько тебе подарков пришло, да? Вкуснашки, да? Да. А спасибо скажешь, Марина? Спасибо. Марина на себя примеряет. Это для Вани. Не надо Марин сюда вылаживать. Потом будем хорошо. Маша. Маша, ты видела свои подарки? Тебе понравились? Маша, ты с вами держись. Мама, ну, как ты делала на стол? Спасибо. Спасибо большое, Маша сказала. Мередку. Ребята, открыла мармеладки. Тут, смотрите, они все разные. Мередка. Вообще все разные. Подожди, Марин, подожди. Рыбка. Смотрите, какая рыбка. Тут очень... Тут даже это... Такие все крокодильчики. Марина, подожди. Птички, змейки, да. Да, всякие-всякие-всякие. Сейчас детков разделю и дам. Ребята, открыли следующую упаковку. И тут, смотрите, какие смешные. Вот такой вот человечек. И вот такие вот человечки. Да. Ваня сидит и смеется. Говорит, ого. Такие необычные. Слушайте, мы такие вообще первый раз видим. Напишите, вы ели такие или нет. Ребята, открыли третью упаковку. Смотрите, какие здесь. Вот такой вот зверюшка. Какой-то непонятный. Ракета, как будто бы. Потом вот такой вот лев. Да, Ваня тут смешно. Смотрите, они все интересные. Вообще необычные такие мармеладки. Детям очень понравились. И они прям довольны и сидят, особенно Ваня. Ваня вообще доволен. Смотрите, какие. Вообще красивые, очень интересные. Напишите, какая из трех пачек вам больше понравилась. Разделила вот на такие кулечки. Плюс еще в тарелочке остались. Тут уже потом буду давать им сразу. Не буду много. Вот сейчас по кулечкам дам и все. Сейчас на кучки вот на такие разложила поштучно. Разделила всем по кулечкам. Получились и мармеладки, и маршмеллоу, и вот эти вот шоколадные. Дай я покажу. Дед Морозы. Вот такие вот. Тоже каждому всем по одному. И вот в такие кулечки положила. Вот такие вот кулечки всем достались. Не стала разложивать пока шоколадки. Их убрала на следующий день. Все детки довольные. Да, Ваня? Вкусно? Скажи спасибо. Марина, скажешь спасибо? Спасибо. Да, кушают. Сейчас будем убирать коробку, разбирать. Да, Ваня? Дала Шушу вкусняшки. Тут у него орешки, тыквенные семечки, сушеные бананы, изюм. А там он ест курагу. Многие спрашивают, где я храню вкусняшки. Вот у него тут вкусняшки лежат. Видите, ему надолго этого хватает. Тут шиповник у него сушеный. Тоже вот есть и свой, и магазинский здесь шиповник всякий. И вот так вот он кушает. Да, Фуфа? Вкусно тебе? Ой, как вкусно. Да, все знают, какая комната. Мы в Егоркиной комнате, и Егорка конфетки кушает. Ну ладно, ладно. У него тут одеяло новое. Катя, вкусные конфетки? Нет, не знаю. А покажи, какие тебе не понравились. Где они у тебя есть тут? Нет. А ты туда выложила? Все понятно. Шоколадка вкусная. Егоркина гитара висит. Шторки висят. Многим понравились шторы вот эти, то, что светло. Ему не нравится. Да я стену снимаю. Вот многие писали, зачем ты Настя наклеила бордюра. А представьте, без бордюра просто кирпич, и сразу белый идет. Некрасиво. Поэтому мы решили вот так вот продолжить на все стенку. У нас вот так вот везде. Но многим не понравилось то, что бордюра, а мне кажется нормально. тут у Егорки компьютер пылью зарос. Ты чего его не вытираешь никогда? Он не пыльный. Он не пыльный. Он пыльный. Смотри какая пыль на нем. Смотри. Смотри какая пыль. Ну, снизу только. Ну, снизу только. Так-то вон все у него тут чистенько. Духи стоят. Машинку вот эту вот Егорки бабушка покупала. Это копилка-машинка. Такая вот Егорка ее берегет. Мы когда-то скрывали ее. Вот здесь вот делали дно, потому что не было. Да, бабушка была в больнице. Да, бабушка в больнице была. И она переживала, что она не может Егорке подарок никакой сделать. И она меня попросила ему купить. И вот я ему купила вот такую вот копилку. Это от бабушки. За бабушкиные деньги. Тогда тебе сколько было лет? Не знаю. Света пришла. Наверное, лет 10, да, наверное, было? Даже меньше, мне кажется. Света пришла. Только меньше, а было, да. Да, наверное, лет 8, наверное, было. Я видела, что Света пришла. Лет 8, наверное, и вот такой вот. И он ее берегет, копилку. Это память от бабушки, да, Егорка? Ты же когда-то, да, говорил бабушке, что ты хочешь копилку машин в форме. Это вы когда-то с ней в магазине с ней ходили, да, и ты показал, что тебе она нравится. А почему она тогда мне попросила именно эту купить? Может, из-за того, что ты говорил, что ты хотел машинку. Ну, вот такая вот у него от бабушки машинка. Я говорил, что хотел копилку. Да. Ну, а бабушка сказала почему-то именно эту машинку. Я помню, бабушке копил деньги в кошелёк старенький ложил. Да, у бабушки были кошельки старые, это точно. А, я убегал не на шкаф, а сверху там была печка. Я через на шкаф поднимался и по шкафу лез. Да? Передай бабушке привет, бабушка посмотрит. Кшуша всё кушает. Егорка, видите, он по настроению. Вкусные конфетки? Скажешь спасибо? Угу. Угу. А сам ничего не говорит. Ну, вот такая вот машинка. Очень хорошая машинка. Крепкая. Это ему бабушка когда-то покупала. А Егорка мне отдарил копилку, да? Собаку. Угу. Она у меня есть, я потом вам покажу эту копилку. Знаешь, куда я тебе, Егор, её поставлю? Вот сюда вот, где Шуша. Не, вот здесь вот будет стоять, и место красиво будет. Да. Тут лопатка, талька шушеного. Тальк, вон там он стоит у Шуши. Цветок тоже. Ты чё кусаешь? Ой, в лапки взял. Смотрите, ребята, в лапки взял. И кусает. Многие спрашивали, тяжело ли за шиншилами ухаживать. Нет, ребят, не тяжело. Шиншила это вообще такое непривиделивое животное. И оно не аллергичное. Некоторые переживают, что может быть аллергия на него. Нет, на него нет аллергии. У меня Маша с ним любит очень общаться. Он у нас общительный мальчик. Поэтому вот так. Раз, два, в три дня убираем наполнитель. Видите, я вчера убрала. И вот у него уже немножко, вот где он писет, там набухло. На этой стороне он не писет, поэтому тут у него стоит купалка, кормушка. Ну вот сейчас он её сюда почему-то поставил. Пустая, надо опять форму принести. Всё съедает за раз. Он полную такую тарелочку съедает. И вот всякие вкусняшки даём. Часто нельзя давать им. Ну вот им только чисто сушёное. Сено обязательно. Но у меня вот сено закончилось. Надо принести с сарайки сено опять. Оно есть, но оно в сарайке просто надо сходить за сеном. Ладно, вот такие вот у нас дела. Ребята, померила я белые кроссовки. Ванечка, подожди, сыночка. Подожди, зайка. И вот они мне хорошо немножко, вот правда, вот здесь вот давят. А так они мне с тоненьким носочком будут хорошо. Или с колготками. А свете они очень большие. Спасибо большое. Буду я носить, потому что у меня вообще не в чём ходить. Да и тебе, тебе. Огромное спасибо. Так, ребята, Оксане, которые джинсы пришли, они ей большие. Поэтому их померила Маша. Маша, тебе хорошо? Тебе нравятся они? Вот такие вот джинсы Маши. Хорошо. Повернись задом, то есть. И тоже сзади очень хорошо. Спасибо огромное. Так, вторые джинсы, которые Оксане прислали, они тоже большие. Взяла себе Катя. Катя, тебе нравятся они? Скажи спасибо. Спасибо. Вот такие вот джинсы. Поворачивайся попой. И вот так вот. А вторые где ещё зелёные? Будешь тоже мерить? Покачивайся. Так, Катя померила зелёные джинсы. Поворачивайся. Вот такие. Поворачивайся. А тебе какие больше понравились? Зелёные? Ну всё. Тебе в них удобно? Спасибо огромное, да? Смотрите, что у нас творится. Червячка они разделали. Сейчас будут они в нём лазить. Вот такой вот червячок.